Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 811. Первый вопрос. Хаяруль мажлис. Что значит хаяруль мажлис? Право на расторжение сделки, пока мы находимся в одном мажлисе. Что такое мажлис? От слова джалиса ежлису. Сидеть. То есть мажлис место сидения. То есть то место, в котором мы сидели и договаривались относительно нашей сделки. Так вот здесь необходимо подписать, что слово аль мажлис не имеет ввиду указания именно, что мы должны сидеть. Нет, даже если мы где-то стояли или где-то собрались в каком-то другом положении. В этом не суть. То есть слово мажлис указано просто почему? Потому что в большинстве случаев люди договариваются сидя, особенно о серьезных сделках. Если же сделка произошла стоя, и люди продолжают находиться в одном месте своими телами, это тоже называется в данном случае мажлисом. Говорит, что такое хаяруль мажлис? Говорит, в этом хадисе указание и довод на то, что хаяруль мажлис является установленным шариатским постановлением. То есть он установлен, хаяруль мажлис, право на расторжение сделки, пока еще мы не разошлись. Кому он установлен? Чью сторону установлен? Установлен в обе стороны. То есть как продавец, так и покупатель имеет на это право. Говорит, У нас уже встречался хадис Ибн Умара о том, что Ибн Умар говорил, имеется в виду, находимся в одном мажлисе, в том смысле, что еще не разошлись телами. Потому что разошлись, то есть разошлись телами, а не просто словами. А также такое разъяснение сделал, кто Абу Барза Аль Аслами. Нам хадис Абу Барза Аль Аслами уже приходит не у Бухари, а приходит у кого? У Абу Дауда. Бей с надин сахих, застоверным и с надом от него. Ва ла юарафу лагума мухалифун мин ассахаба. Говорит, и этим двоим сподвижникам никто не противоречил из сподвижников. Или неизвестно, чтобы кто-то противоречил из сподвижников. Лайя, пречь о чем? Смотри, из того, что мы прочитали из трех строчек, из слов Ибн Хаджира, мы поняли две вещи. Во-первых, то, что исходя из наших хадисов, а конкретно из нашего хадиса под номер 811 в главе, мы понимаем, что шариат установил это как жесткое постановление. Что пока два человека не разошлись из мажорства, даже если товар и деньги уже перешли к участникам сделки от одного к другому, но мы еще не разошлись, каждый имеет право на расторжение сделки. Это первое, что понимается из слов Ибн Хаджира. И второе, что значит разошлись? Разошлись имеется ввиду телами разошлись. Ты встал-ушел, или я встал-ушел, или мы оба встали-ушли. Или ты встал-ушел, перешел в другую комнату, или отошел и вышел из этой комнаты. Даже если ты сразу вернулся, считается, что мы уже разошлись после того, как сделку заключили. Почему это слово Ибн Хаджира является важным? Потому что есть разногласия относительно этого. Что является расхождением? Как понять, пока они не разошлись? Некоторые из ученых сказали, не разошлись, то есть разошлись словом. Пока не разошлись словом. Допустим, сказали, все, на этом сделка прекращена. Это считается, чем разошлись словом. Или начали разговаривать о другой теме. Считается, разошлись словом. Но Хияруль Мажлис от этого отпадает? Право или не отпадает? Нет, право не отпадает, потому что телами мы еще не разошлись. Ибн Хаджир говорит, а какой довод на то, что расхождение, имеется ввиду именно расхождение телами? Говорит, именно так разъяснили этот хадис. И это понятие расхождения в этом хадисе два сподвижника. А это Ибн Умар и кто? Абу Барзал Аслами. Слово Ибн Умар приходит у имама Аль-Бухари. Слово Абу Барзал Аслами приходит у кого? У Абу Дауда с застоверным меснадом. Говорит, и неизвестно, чтобы кто-то из сподвижников противоречил этим двоим сподвижникам в этом. И в этом, говорит, противоречил только Ибрагим Анахай. Говорит, нам Ибрагим Анахай не являлся кем-то сподвижником. Фарауа Ибн Абишейба в меснаде Сахан Хукаль передает Ибн Абишейба с застоверным меснадом от него, то есть от Ибрагима Анахай о том, что он сказал, То есть сделка Джаиз. Что значит Джаиз? То есть готово, все, вступило в свои последствия, в свои права, так что ни один из людей не может ее рассорнуть, даже если они еще не разошлись. То есть даже если они еще не разошлись словами. Говорит Аанам, телами точнее. А Саид Ибн Мансур передает это же сообщение от Ибрагима Анахай следующим словом. То есть если сделка оказалась заключенной, то все, отпадает право на расторжение этой сделки у обоих участников. И это мнение Маликитов, кроме Ибн Хабиба, и все ханафиты. То есть ханафиты говорили, что хаяруль-мажлис не установлен в шариате. Отрицали понятие хаяруль-мажлис. Сказал Ибн Хазам, Говорит Ибн Хазам, мы не знаем для ханафитов, кто бы поддержал их мнение среди первых поколений, кроме вот этого Ибрагима Анахай. Суммазакр Аль-Хафид Худжич Аль-Маликива Аль-Ханафиев и Раддима Аль-Хадис. Потом, говорит Хафид Ибн Хазар, в своих дальнейших словах упомянул некоторые доводы Маликитов и ханафитов, основываясь на которые они отвергали эти хадисы главы. Говорит, Ибн Хазар опроверг все эти доводы Маликитов и ханафитов и указал на то, что все они являются слабыми, то есть негодящимися в довод. Говорит, вернись к этому, пояснение, это является полезным. Так, здесь, отсюда мы поняли, что мнение Ибрагима Анахая, а также некоторых Маликитов или большинства Маликитов и ханафитов, в том, что они вообще отрицают хаяруль-мажлис. То есть суть не в том, что ты перевел разговор на какую-то другую тему и так далее, но они вообще отрицают понятие хаяруль-мажлис в шариате, что такого понятия вообще не присутствует. Когда говорим, что Маликит и ханафитов отвергали хадис, не означает, что отвергают его, то есть считают его залживой или не принимают его во внимание. То есть имеется в виду, возможно, до них хадис не дошел, или у них было какое-то истолкование этого хадиса, или свое понимание его, или были какие-то противовес, другие доводы, которые сподвигли их не выводить из этого хадиса какие-то последствия и тому подобное. Культу говорит шейх Фамат ибн Хизам «Указах баджамихир аль-улама и ла избад хаяр аль-мажлис». Говорит, вместе с этим, подавляющее большинство ученых считают, что понятие хаяруль-мажлис, право на расторжение и сделки, пока люди не разошлись из мажлиса, является установленным в шариате. Для хадиса ибн Умара «Аллады филбаб». И в довод привели хадис ибн Умара, который у нас в главе. «Вабиманау хадис хакима ибн Хизам ибн Хизама». И также, в смысле же этом, хадис хакима ибн Хизама, который приходит у Бухарии муслима. «Ан-Набия», салаллаху алисаляма, о том, что пророк, салаллаху алисаляма, сказал «Аль-бай-и'ани бель-хияри ма ла метафаррака». Два участника сделки. Бель-хияр имеет право на расторжение сделки, пока они не разошлись от нее. «Фаин-сада-ка вабай-яна». Если же они будут правдивыми и разъяснят дефекты товара или цены при сделке, то их сделка будет какой-то благодатной. А если же они солгут или скроют какой-то дефект при заключении сделки, то Барака, то есть благословение, с их сделки уйдет нам. Нас волнует здесь первая часть хадиса. Два участника сделки имеют право на расторжение этой сделки, пока они не разошлись. Кто-то может спросить, какова мудрость от установления этого постановления. Почему Всевышний Аллах, Аспану Атала устанавливает право на хаяруль-мажлис? То есть Шех Ибнус Аймин также разъясняет этот вопрос в своей книге «Шахмин Мунтия». Говорит, потому что, когда товар не перешел к покупателю, у него есть сильное желание получить этот товар. И когда деньги еще не перешли к продавцу, у него есть сильное желание избавиться от этого товара. Но когда один получит деньги, а второй получит товар, то ценность этих вещей резко падает в глазах или в сердце человека. То есть, когда он уже этот товар получил и достиг того, что он хотел, этот товар уже не кажется ему столь ценным, как если бы он еще его не получил. И, возможно, у него появляется сожаление или желание вернуть этот товар. То же самое продавец. Получил в руки деньги, которые он желал получить и избавился от товара, который он желал от него избавиться. Потом посчитал, может быть, что эти деньги слишком мало их количество. Он мог бы продать подороже и тому подобное. Или такой товар нужен ему самому. И люди могут начать сожалеть после того, как они передали товар друг другу в руки или деньги друг другу в руки. Это ясно или нет? Поэтому шариат дает возможность им подумать и удалить свое сожаление путем возврата товара и расторжения сделки. Для того, чтобы не было вот этих дурных последствий от этой сделки. Поэтому шариат установил это понятие Хаяруль Мажлис. Далее.